МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С какими проблемами сталкиваются технические вузы, с какими проблемами сталкивается студенчество, насколько успешно было внедрение в нашей стране баллонской системы. Первый виза-президент Союзмаша Россия открыто признается, что был противником разделения высшей школы на бакалавриат и мегастратуру. Однако возвращение к старой системе имеет еще большие риски. Два переезда хуже одного пожара. И поэтому сейчас адаптационные процессы, на мой взгляд, практически завершились, что, в общем-то, и демонстрируют успешные вузы. Ульяновские университеты, что государственные, что технические, находятся не только на высоких позициях рейтинга, но, самое главное, имеют очень крепкую базу. Один из первых опросов, прозвучавших на встрече, касался темпа развития машиностроения Ульяновской области. Студентов интересовало то, на каком месте стоит наш регион среди других субъектов страны. Отрадно, что в этом году мы обошли по росту промпроизводства такие мощные промышленные регионы, как Татарстан, Башкирия, Самара, Пермь. Во многом это базируется не только на грамотной работе команды Сергея Ивановича Морозова, но и на том фундаменте кадровом, который формируют наши ульяновские университеты. Еще один пласт вопросов касался заработной платы. По мнению Гутенева, специалистов должно быть меньше, а оплата труда кратно выше. К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить тот уровень зарплат, который соответствовал бы сложности подготовки, но сейчас в целом ряде регионов, и в Ульяновской области в том числе, в тех регионах, которые динамично развиваются, существует достаточно острая конкуренция за хороших специалистов. И я уверен, что эта конкуренция будет стимулировать рост зарплат. Некоторые, воспользовавшись случаем, спросили мнение высокого гостя об академической свободе. В ходе беседы также речь заходила о необходимости получения второго высшего, клиповом мышления современной молодежи и даже материнстве. Я поинтересовалась у Владимира Владимировича, что он думает по счету ситуации, что в стране происходит, из страны происходит утечка мозгов. Утечка происходит потому, что люди думают, что за границей существуют какие-то райские возможности и будет там лучше жить. Но на самом деле, как объяснил Владимир Владимирович, не существует такого места и лучше начинать продолжать свою деятельность в Российской Федерации. После беседы Гутенев вновь отправился на экскурсию по политеху. И если в прошлый раз федеральному гостю презентовали кафедру ветроэнергетики и лабораторию Митсубиши Электрик, то на этот раз эксперту продемонстрировали возможности энергетического факультета. На базе энергофака 10 октября этого года открылась лаборатория Элегран. Здесь готовят специалистов конкретно для компаний, занимающихся электротехнической продукцией. Предприятие, в свою очередь, оснащает факультет необходимым оборудованием. Обучение в лаборатории начинается с третьего курса, когда студенты получат определенные навыки в области электротехники. Мы готовим, по сути дела, специалистов под конкретные предприятия. Хорошо, что придя на производство, они уже сразу смогут приступить к работе. То есть не требует подготовки к переобучению. Рассказали и показали Владимиру Гутеневу особенности работы регионального технологического центра промышленного интернета в машиностроении. Центр функционирует на базе университета с ноября 2017 года. Здесь, в отличие от лаборатории Элегран, ребята начинают пробовать себя еще будучи первокурсниками. Центр представляет собой станкостроительный кластер ДМГ «Море» и несколько научно-исследовательских лабораторий. Центр предназначен для выполнения трех основных функций. Первая, безусловно, подготовка студентов, в первую очередь, машиностроительного факультета, а также факультета информационных систем и технологий. Вторая, это научно-исследовательская работа в соответствии с планом наших аспирантов. В Центр также приходят повышать квалификацию сотрудники машиностроительных предприятий. Это третья основная функция учебного подразделения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова